В русском театре «Современник» царит анархия. На сцене спектакль, который его создатели проанонсировали как самую громкую премьеру сезона. А чего еще ожидать, если приглашенный Галиной Волчек режиссер, один из самых ярких фронтменов русского рока, Гарик Сукачев превратил в анархию пьесу модного английского драматурга Майка Пеккера «Дисфункционалы». Постановка, однако, получилась многофункциональная и для актеров, и для зрителей. Одни найдут в анархии оправдание собственной бурной молодости, другие – историю потерянного поколения. «Главное», – убежден постановщик спектакль, – появился вовремя. Внимание, внимание! На сцене театра «Современник» музыканты группы «Дисфункционалы», прежде известные как актеры разных театров – Михаил Ефремов, Дмитрий Певцов, Мария Селянская, Василий Мищенко. Вот он за барабанами. По просьбе Гаррика Сукачева, Чача Иванов не только с нуля обучил актеров игре на разных инструментах, прояснил эстетику и философию панка. Но я вообще ничего не знала про панк-культуру совершенно. Когда я увидела Чачу, я вообще сказала, а почему ты такой интеллигент? Теперь все панки, девушки, берите с меня пример. Я думаю, так и будет. История известной английской панк-группы захватила даже тех, кто ничего раньше об этом не знал. Четырем музыкантам спустя четверть века предлагают вернуться на сцену. На один только вечер – корпоративный. Старт банковской рекламы пластиковых карт. Большинство бывших звезд теперь не у дел. Перед ними сомнительный выбор – до старости хранить воспоминания о триумфальных моментах юности или выгодно продать их, предав свои идеалы. Нет, она донесла. Ты посмотри на себя. Толстый, седой. Времена изменились. Все, мир сдвинулся с места. Понятия продаваться не говорят. Это абсолютное сумасшествие, которое делалось в любви. Да, у нас не было жестких скандалов ни одного. В полной какой-то эйфории. Иногда в непонимании, а что дальше. Я давно не испытывал такого кайфа. Кайфа просто. Желание или протеста? Нехватка ли сценического драйва? Почему именно сейчас душевная анархия панк-рокеров родом из 70-х вызвала такой отклик в душах создателей спектакля? Вопрос открытый. Но получилось от души. Мы люди искусственные, мы несем это, вот отдаем, да, вам. И хотите берите, хотите не берите, но это должно быть очень откровенно по отношению к вам. И очень честно по отношению к вам. И очень важно, может быть, для каждого из нас. В этом новом, светлом мире нет никаких причин для существования дисфункционалов кроме меня. Они мертвы. У нас были какие-то такие вопросы к переводу. Потом Гарик молчал долго, потом где-то через две недели искал перевод. Так панки разговаривают. Текст спектакля густо пропитан неформальной лексикой. Без крепкого слова здесь не разговаривают. Отношение к такой правде жизни на сцене – вечно спорный вопрос. Я, по-моему, всю жизнь рискую. И когда молодым режиссёрам доверяла ставить, рисковала. И сейчас это риск. Но без риска неинтересно жить, невозможно. После окончания первого публичного показа у актёров сюрприз для Галины Волчек. Отдельное спасибо за смелость и доверие. Скорее всего, премьерным вечером в зале будут и поклонники «Современника», и фанаты Гарика Сукачёва. Скорее всего, публика разделится на тех, кто будет кричать «Браво!» и тех, кто покинет спектакль, не дождавшись финала. Но громкой эта премьера окажется в любом случае, во всех смыслах. Посмотрите, вот он новый, пластиковый яхт. И пластмассовый яхт из пластиковых глаз. Валерия Кудрявцева, Игорь Иванов, Новости культуры. В столичном театре «Современник» премьера спектакль «Анархия». Порядка на сцене нет от начала до конца. Всё разлито, разбито, испорчено и грохот стоит. Но это не отвлекает от главного, от одного из нескольких основополагающих принципов панков – не продаваться. А слово «панк», как известно, до того, как в 70-е стать термином, обозначающим молодёжную субкультуру, было в английском языке ругательством, а ну и у Шекспира встречается. Английский драматург Майк Пекер замешал всё это в своей пьесе «Дисфункционалы». А воплотил это на сцене Гарик Сукачёв – музыкант, поэт, актёр, режиссёр, композитор, лидер двух музыкальных групп. За взятую когда-то смелость называться «современником» нужно отвечать всю жизнь, говорит Галина Волчек и даёт известному рок-музыканту Гарику Сукачёву – режиссёрский карт-бланш. Сегодня вечером зрители впервые увидят его результаты – «Анархию» на сцене театра. На афише нового спектакля написано «Внимание, ненормативная лексика». Предупреждён – значит вооружён. Смотреть или не смотреть – личное дело каждого. Но рассказать историю группы музыкантов-панк-рокеров в рамках лексики нормативной невозможно, уверены создатели спектакля. Гора телевизоров, оглушающий рок – крепкая нецензурная лексика. За декорации отвечает дизайнер Андрей Шаров. За прочую анархию – Гарик Сукачёв. Попробовать себя режиссёром «Современники» предложила ему Галина Волчек. Позже нашлась пьеса англичанина Майка Пейкера. Я, по-моему, всю жизнь рискую. И когда молодым режиссёром доверяла ставить, рисковала. И сейчас это риск. Но без риска неинтересно жить, невозможно. Это история о возвращении на сцену давно забытой панк-группы «Дисфункционалы». Спустя четверть века после распада коллектив находит американская компания по производству пластиковых карточек, чтобы использовать в своей рекламе припев из их песни. Вот только такой контракт. Всё равно, что сделка с совестью. Мы люди искусственные, мы несём это, вот отдаём, да, вам. И хотите – берите, хотите – не берите. Но это должно быть очень откровенно по отношению к вам. И очень честно по отношению к вам. И очень важно, может быть, для каждого из нас. От души похулиганить в духе и стиле незнакомого прежде панк-рока. Такая возможность захватила, похоже, всех участников проекта. Актёрам к тому же ради анархии пришлось освоить музыкальные инструменты. Помог им в этом Александр Чача Иванов. Не только научил играть, но и погрузил в эстетику и философию незнакомой культуры. Я вообще ничего не знала про панк-культуру совершенно. Теперь все панки, девушки, берите с меня пример. Я думаю, так и будет. Я давно не испытывал такого кайфа. Кайфа просто. У новоиспечённой актёрско-музыкальной группы «Дисфункционалы» уже есть планы на будущее. Предстоит совместный концерт с группой «Неприкасаемые». Уже не на театральной, но настоящей панковской публике. Этим же вечером на сцене «Современника» «Дисфункционалы» вместе со своими создателями пережили настоящий триумф, который их героям и не снился. Браво! 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 Валерия Кудрявцева, Игорь Иванов, Дмитрий Котов.